Так вот, вы знаете, у нас событийности разные появляются в этой жизни. И сегодня, сейчас событийность в чем заключается? Событийность в том, что, к сожалению, война. Вы не знали, я-то делал знал, потому что надо было понимать, о чем идет речь. Пространство не сильно большое, и вы понимаете, когда беспилотники с Украины долетают до Москвы, это тоже сложности, поэтому, извините, мы и вам говорили, вы это не поняли, и поэтому идет проблемка. Проблемка идет, скорее всего, не у нас, потому что мы уже показали, как мы можем это делать. Это было в самом начале, мы дошли до Киева, очень много сделали хороших дел. Потом они вдруг сказали, и мы отошли, потом они еще раз вдруг сказали, и мы отошли, потом они в третий раз сказали, а мы просто увели часть своих войск за пределы Днепра. По одной простой причине, проблема с доставкой товаров, я имею в виду рабочих веществ для войны, это сложности были. Сегодня и сейчас все абсолютно нормально, и мы неторопливо делаем свое грамотное дело. Что касаемо других вопросов. Так вот, что касаемо других вопросов, сумма в миллион рублей для меня очень серьезная, и я вам сам показываю, как это можно сделать легко и просто для того, чтобы у вас не было других проблем. Это можно сделать. Смотрите мои сюжеты. В принципе, вы можете ко мне обратиться, я вам все это дело сделаю. Но с другой стороны, меня тоже подшвыривают. Вот один товарищ, с которым мы общались, почему-то сказал, и все это дело испарилось. Мне это не сильно, естественно, нравится, но я задам вопрос. И сам возникает у меня проблемка в другой ситуации. Почему вы, дети, гадите на мои машины? Это же мои машины. Если все это дело так же продолжится, то для кого я буду работать? Я буду работать, в принципе, и для вас. Но вы гадите. Это мне очень сильно не нравится. Поэтому мой вам дивный совет. Прекратите это делать.